Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания. Как живет Карагандинский регион? Что происходит на окраинах и в центре? Обо всем об этом расскажет наша книга жалоб и я, Антон Александров. Здравствуйте. Асфальтирование дорог пытаются добиться жители станции Большая Михайловка. Дело в том, что весной и осенью проблема здесь чувствуется особенно остро. Это, к примеру, улица Товарная. Ходить здесь приходится только в резиновых сапогах. Хотя некоторые участки вообще никогда не просыхают, потому как находятся в низине, говорят местные жители. В итоге зимой и летом ходить здесь приходится с осторожностью. Только увел взор из-под ног, запросто можно споткнуться. После дождя вообще невозможно пройти даже в сапогах. Ноги разъезжаются, можно упасть. Сплошная длина. Примерно такая же ситуация на соседней улице Кондукторской. Асфальта здесь не было никогда, поэтому и дорога вся в ухабах. В итоге проехать здесь на автомобиле решается не каждый. А если скорую вызвать, так просто жалко врачей, которые вынуждены к пациенту брести по грязи. Схожая ситуация на улице Грузовой. Хотя здесь коммунальщики проводили трубопровод. В итоге сейчас грунт просаживается и дорога становится с оврагами. Обещали нам после водопровода благоустройство какое-то сделать. Выровнять и хотя бы отсыпать щебнем какие-то ямы. Но уже прошло два года, он, Марина, провалы. Сами как-то люди засыпают, а после дождя тут вообще не проехать. Практически по всей улице Грузовой периодически встречаются вот такие провалы. В темноте запросто можно провалиться по пояс, говорят местные жители. Сейчас темнеет рано, соответственно, риску подвержен практически каждый житель станции Большая Михайловка. Воду провели, все переворошили, всю грязь подняли, глина везде. Не проедешь, не пройдешь, тем более не пройдешь. Это кошмар какой-то. Улица Вражная соответствует своему названию. Здесь и колея высокие автомобили застревают регулярно. Рискуют здесь проехать только отчаянные автолюбители. Остальные понимают, что завязнут однозначно. Чуть лучше ситуация на улице Кондукторской. Там, по крайней мере, глина успевает высохнуть. В итоге можно только ходовую часть автомобиля повредить, не более. После дождя практически все улицы станции Большой Михайловки превращаются в грязевое месиво. Асфальт имеется только на Долинской. Вот здесь осенью, вот именно вот это вот место, здесь вообще по колен машины здесь застревают. Даже грузовые машины застревали. Сосед работал на грузовой машине, он не мог выехать отсюда. Потому что вот такая дорога. Остановить разрастающуюся свалку не могут жители Пришахтинская. Это пустырь между улицей Методической и переулком Тверским. Проблема эта мучает местных жителей уже не первый год. По этой дорожке многие ходят на работу, а детвора в школу. В итоге разглядеть среди травы людей маленького роста нереально. К тому же сейчас здесь бульдозером расчистили территорию. В итоге собранные за несколько лет отходы сгребли ближе к двухэтажкам, подальше от домов частного сектора. Кардинально эта проблема не решила. Теперь просто освободилось место для дальнейшего складирования здесь золы и прочего хлама. Вот и думают местные жители, как бы наладить здесь регулярный вывоз бытовых отходов, чтобы свалка не образовывалась вновь и вновь. Тут нам летом нечем дышать уже. Не откроешь ни окошко, ни балкон. Это будет дальше продолжаться больше и больше. Это за столько лет вот это золай мусор. Вот какая гора. Вон там. Это теперь не просто мусорная контейнерная площадка. Это уже мусорный полигон. Благоустроить пустырь просят жители центра города. Неухоженный участок располагается между домом Алиханова 24-5 и гимназией имени Шакарима. Это бывшая школа-лицей номер 93. Тропинки здесь востребованные. Только вот после дождя вся глина размокает и ходить здесь невозможно. Хотя вокруг все более-менее приведено в порядок. Вот и просят местные жители облагородить этот участок земли. Здесь запросто можно организовать детскую площадку или небольшой скверик. Благо и многоэтажек, и учебных заведений в округе хватает. Поэтому и тот, и другой объект будет востребован однозначно. Сейчас же школьники и родители вынуждены здесь утаптывать глину, чтобы пройти домой или к учебному заведению. Когда будет произведено благоустройство, интересуются жители Карбышева-5. Дело в том, что в этом году здесь прокладывали теплосети. Работа проделана большая и важная. Только вот после осталась разбросанная брусчатка, куча грунта и спиленные ветки деревьев. Все это красуется вдоль пешеходной тропинки и каждый раз приходится спотыкаться о препятствии на пути. Вот и просят жители Карбышева-5 навести порядок после проведенных работ. Ненужные бетонные плиты забрать, спиленные деревья вывести, а разбросанную брусчатку снова собрать, чтобы получилась прежняя пешеходная тропинка. Ходить по дороге теперь придется жителям микрорайона Степной-4. Дело в том, что вдоль проезжей части протянули трубопровод. В итоге пешеходной зоны здесь просто не стало. Рядом дом номер 9 и внутриквартальная дорога. В общем, чтобы куда-либо теперь пройти, придется делать большой круг в обход. Не каждый сможет перелезть через трубу. Снова будут отапливать улицу. Так считают жители Рыбной-94. Вдоль этой двухэтажки проходит теплотрасса. Местные жители за ее состоянием наблюдают ежедневно, потому как трубы расположены над входом в подъезд. В итоге их состояние и ветхоизоляция вызывает нарекания местных жителей. Вот они неутепленные идут, все ржавые. В компании Тепатранзит Караганда нам сообщили, что восстановление тепловой изоляции не входит в тарифную смету. В итоге может быть произведено только при выделении дополнительного финансирования по одной из государственных программ. Когда же это произойдет, коммунальщики сказать не могут. Чистоты и порядка пытаются добиться жителей Абдирова-15 и Комиссарова-15. Дело в том, что во дворе разрастается свалка бытовых отходов. Явно, что скопились они здесь не за один день и уже источают неприятный запах. К тому же часть бытового мусора разносится ветром по территории двора. В итоге часть того, что принесли сюда в пакетах, уже валяется по частям под кустами. Уже разносится по двору. И что толку, что вот оккультуривают? Вот она причина. Ходить пешком по улице Гоголя становится опасно. Вот так возле остановки финансовой выглядит тротуарная часть. На ней складируют бетонные конструкции и старые заборы. В итоге пешеходы вынуждены выходить на дорогу, где мчатся автомобили. Иначе пробраться к нужному месту невозможно. Обломки бетонных заборов шатаются, если на них наступить, а пожилому человеку вовсе такие испытания не преодолеть. Вот и просят местные жители побыстрее менять заборы на улице Гоголя, а главное старые ненужные вывозить, чтобы без того узкая пешеходная тропинка не была ничем занята. Как большегрузная техника ездит в жилой зоне регулярно, наблюдают жители улицы Аманжолова. Здесь, на месте автостоянки, началась стройка. В итоге то кирпичи туда везут, то бетон, то это все происходит в непосредственной близости к жилым постройкам. По словам местных жителей, даже выезд со двора могут перекрыть, пока кран что-то разгружает. В общем, соседство шумное, пыльное и вызывает недовольство сторожил. А теперь расскажу о плановых отключениях электроэнергии. В эту среду, 30 октября, для проведения работ на сетях, компания «Караган-де-Жарык» обесточит некоторые строения, расположенные на улице Грибоедова, Баженова, Бадина Победы, Демьяна Бедного, а также некоторые дома в микрорайоне Кунгей и три многоэтажки в микрорайоне Восток-1. Подробный список адресов, где не будет света, сейчас вы видите на своих экранах. Таковы недовольства горожан, о которых мы успели рассказать вам в этот раз. На этом время программа истекло. Очередную порцию событий коммунальной жизни региона поведаю уже ровно через неделю. Видео или фото с комментариями принимаются посредством в WhatsApp, сообщений или в Telegram на номер 8700-150-5061. Смотрите книгу «Жалоб» каждый вторник в это же время. До встречи в эфире. Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания.